Здравствуйте! С вами канал Вкусногород Барнаул. Сейчас хочу сказать несколько слов о замечательном многолетнике Лихнисе. Пару лет назад решил вырастить это замечательное растение. Выращивал Лихнис из семян через рассаду. И вот он дважды уже перезимовал. Был рассажен по участку в разные места. И сейчас цветет очень активно. Как красиво цветет Лихнис. Это начало июля. И в эту пору Лихнис, пожалуй, на пике цветения. Один кустик Лихниса у меня расположен вот здесь на небольшом цветничке около баньки. Кустик, хотя и разросся, но потому что был пересажен, он не такой крупный. Но посмотрите, как замечательно смотрится Лихнис. Не зря его любят в народе и любовно называют разными ласкательными именами. Вот такие красивые цветочки у Лихниса. Это сорт Лихниса Везувий. Народные названия горецвет, зорька. Цветки диаметром до 3 см. Огненно-красные, как искорки жаркого пламени. Собраны в крупные соцветия щитки. В гармонии с покрытой бронзовым загаром зеленоватой листвой. Завядшие соцветия удаляют. И Лихнис цветет довольно продолжительное время. Он холодно и зимостойкий. Два года он зимовал у меня без укрытия. Очень хорошо Лихнис переносит пересадку. И вот сейчас он продолжает радовать всех своими цветками. Ну а цветами Лихниса действительно можно любоваться постоянно. Все, кто приходят ко мне на участок, обязательно остановятся около вот этих вот замечательных кустиков Лихниса. Действительно Лихнис смотрится очень красиво. Такие красненькие огоньки. Вот такое замечательное растение Лихнис. Сорт Везувий. После того, как Лихнис был рассажен, один кустик остался вот на этом небольшом цветничке. Ну а другой кустик с успехом растет ближе к домику. Там тоже довольно много цветов. И он, безусловно, своим присутствием украшает мой небольшой скромный цветник. Вот здесь видно много многолетников разных. И Лихнис, конечно, сразу виден издалека. Ну вот видно здесь ясколка, астры многолетние, колокольчик карпатский белый, ленок голубой, циние. Розы там дальше тоже цветут очень красиво. Но Лихнис здесь ничуть не потерялся. Вот видно, как он красиво смотрится. Кустик, хотя и не очень крупный, повторюсь это из-за того, что он был пересажен. Но вот видно, насколько много на нем цветочка. Он просто усыпан вот этими яркими искорками. Ярко-алого цвета. Смотрится очень впечатляюще. Ну а цветочки у Лихниса. Ну, может быть, они не очень крупные у меня еще пока. Это, возможно, из-за сложности нашего сурового климата. Но Лихнис стойкий боец. Он прекрасно перезимовал обе очень непростые зимы, которые перед этим были в нашей местности. Морозы очень большие. Лихнис никак не укрывал. И он перезимовал, пошел в рост и растет себе и растет безо всяких хлопот. И радует всех окружающих своей незатейливой красотой. Каких-то подкормок Лихнису я не делал ни разу. Только прополки, рыхления наравне с другими цветками. Ну, возможно, иногда излишки гуще после подкормки раствором куриным пометом различных овощей достаются цветам. Ну а больше никакого ухода Лихнис не требует. Надеюсь, и дальше он будет расти хорошо. За что ему большое спасибо. В конце пожелаю всем огородникам тоже не забывать про цветы. Особенно удобно выращивать многолетники. Они ухода требуют очень мало. Смотрятся очень красиво. И радуют нас много лет своей красотой. И поднимают нам настроение. Что очень хорошо. Всем всего самого доброго. До свидания.